Здравствуйте дорогие друзья, гости и ну и конечно подписчики моего канала. На связи Нестягин Олег. И сегодня я вам покажу необычные купола, которые находятся вокруг острова Пасхи на дне океана. Ну а дальше я вам покажу необычные объекты, которые я нашел рядом с Южным полюсом. Ну что ж, давайте приступим сначала к просмотру этих куполов. Вот уже сверху при приближении мы видим первый купол. Видите, давайте я сейчас все метки включу. Это пятая сфера у меня. Давайте включим рельеф, спустимся под воду. Посмотрим, как это все под водой выглядит. Конечно не так четко, как хотелось бы, что это такое. Давайте обратно поднимемся и посмотрим, как это все выглядит сверху и сколько вообще этих куполов. Я почему застрял на них внимание, потому что их много здесь и они практически все одинаковые. Идеальные по размеру. Давайте я вам еще несколько штук покажу. Как видите, помимо пятой сферы, вот еще одна сфера. Вот такая же, как видите, они идентичные. И посередине вот такая вот точечка. Вот еще одна сфера. Вот, как сами вы можете увидеть, их здесь порядочно одинаковых сфер. Вот, 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 где эхолот не прошел, не просканировал, но все равно видно, что они есть там. И вот посмотрите, насколько, ну, не сколько их много, но я здесь насчитал их 10 штук. Вот одна сфера даже немного засыпана какими-то выработками. Давайте замерим диаметр этих сфер. Сейчас линеечку включу. Четыре с лишним километра в диаметре. Давайте спустимся под воду и посмотрим, что нам линейка покажет. Вот, как видим, что это не просто фотография, какой-то блик, а это существующий объект. Такие же сферы я обнаружил немного подальше от острова Пасхи. Сейчас мы ее покажу я вам. Ну, это что-то я сказал немного подальше, конечно, намного дальше. Вот еще одна такая же сфера находится. Или шар на дне океана, непонятный. Вот еще один. Что это за шары или сферы? Здесь, как видим, корабль прошел, просканировал дно, покрутился. Наверное, так же интересно было, что это такое. А может, случайно захватил этот объект. Давайте обратно к острову Пасхи вернемся. Я вам кое-что интересного, я вам тоже покажу. Давайте еще раз глянем. Зафиксируем, как говорится. Ага, вот еще одна сфера такая. Вот здесь прилично их видно. Тут даже интересные такие вулканчики ровненькие. Давайте, кому интересно, посмотрим сам остров Пасхи. Так, а вот как еще хочу вам показать. Видите, такие же образования, как я вам показывал лабиринт в прошлом видео. Вот так же просвечиваются. Обратите внимание, что, как на острове Пасхи, есть такие же образования. Видите, эти вулканчики. Так и можем просмотреть на дне океана. Видите? Вот вулкан. А может, это и не вулкан. И на острове Пасхи такие же образования, похожие. Так что, если кто-то будет спрашивать, как все снимается, объясняю. Все это релефно получается с эхолотов кораблей и спутниковая альтиметрия. Я вам ссылки оставлю под видео, что это такое, что это за наука. Почитайте сами, изучите, чтобы вопросов не было. Как получается дно океана. Вот вы можете смело тут... То есть наглядно видно, что есть на острове, то есть и на дне океана. И вот они, эти купола интересные. Ну, а теперь давайте повнимательнее рассмотрим остров. Здесь также есть кое-что интересное, что я нашел. Посмотрим, как люди живут. Вот на острове есть вулкан потухший. А может, это и кратер от метеорита, что более похоже. Рапорт. Вот они. Люди живут в такие же вулканчике, как на дне океана. Их отчетливо видно. Давайте посмотрим, где эти идолы стоят. Даже видно, машина едет. Я уже заранее знаю, где эти идолы стоят. Поэтому искать мне смысла нет. Так вам покажу. Вот посмотрите, какое образование интересное. Как бы, насыпь такая идет по кругу. В принципе. Непонятная. Вон, 250 метров. На 200. Вот они, эти идолы стоят. На море смотрят. Здесь сейчас обидно так. Месяц назад еще буквально этот остров разглядывал. Вот этой картинки не было. И было нормально видно эти идолы. А теперь их, видите, какую-то 3D картинку. Нахреначили сюда. И закрыли идолы. Ну, можно проглядеть их. Видите, под картиной. Вот они стоят сами. Вот постамент. Ихний. И вон они под этой картиночкой стоят. А это уже что-то сами программисты замутили. Вставили какой-то хренатень. Для чего, непонятно. Я здесь где-то не помню где. Нашел. Упавшие идолы. Может сейчас посмотрим, где они тут. Найду. Вот что-то похожее на купола под водой. Вот тоже то ли ров, то ли насыпь какая-то. Вот эта полоса странная идет. И вот посмотрите, для чего она непонятна. Дошла до отсюда. Здесь веточка. И вот она идет. Так-то она приличного размера, посмотрите. Этот ров. По сравнению с домом. Вот даже лес какой-то парк вырос. И вот он здесь заканчивается. А нет, немного еще продолжается здесь. Небольшой кусочек здесь засыпано. Ну что тут еще интересного есть. На острове Пасха. Так, ну, вот этот мы вроде бы уже смотрели. А, вот они. Статуи, которые не на берегу находятся. Идолы вернее. А в центру острова. Вот они. Часть валяется из них. Часть, наверное, недоделанная. Судя по истории. Вот еще один ров. Так, мы можем посмотреть фотографии. Так, ну и что тут еще интересного есть на этом острове. Две сферы небольших. которые также находятся на дне рядом с островом. Вот такие же образования. Здесь, конечно, они гораздо побольше. По 4 километра в диаметре. Ну что ж, давайте я закончу обзор остров Пасхи. И мы перейдем к Южному полюсу. И вот, как видите, здесь странные такие. Ну, я назвал это лабиринт Южного полюса. Хотя, это и не лабиринт. Это вообще какие-то странные образования. Может, это карьер выбранный. Видите, вот эти проходы. Вот эти проходы. Как бы проходы, как бы коридоры вот такие. Скажешь, ну, Олег, обратно всякую чушь показываешь сверху. Нет, это на самом деле проходы. Мы сейчас спустимся под воду, попутешествуем. Давайте для начала мы пройдем вот по этому коридору свернем направо, нет, налево. И начнем путешествовать, то есть, по дну океана уже вот по всем этим местам. Можно, в принципе, из любого прохода зайти. Но мы для интереса зайдем вот с этого, раз уж так решили. вот видите, какой интересный коридорчик. Поворачиваем налево. Давайте я сейчас комментировать не буду. Просто посмотрим, что это за такие проходки интересные. Вот здесь интересный объект. Какие-то как пластины. высота этих объектов. побольше 100 метров здесь сложно замерить. вот посмотрите как здесь интересно и что это такие за проходы по дну океана. И что это за образование такие интересные. То ли какие-то карьеры. То, что выбрали часть осталось. Вот интересные какие сооружения. Спросите почему такой цвет белый. Мы сами видели что сверху лед как бы находится. Это тени. Это просто наложение такое релепно. вот еще проходы всякие разнообразные. Давайте выйдем в открытое море. В открытый океан вернее. и поднимемся наверх. Посмотрим откуда мы вышли. Вот он. Вот он этот коридорчик по которому мы сейчас прошли. Ну а сверху можно уже определиться где эти коридоры все это как видите закрыто льдинами. Фотография наверное такая получилась. Если рельеф убрать то как видите вы ничего не обнаружите. Если восстановить то вот они все эти проходы их хорошо видать. Вот посмотрите сколько их много. можете сами тут попутешествовать повнимательнее порассматривать что тут нарыто. Это рядом со стеной которую вырезали все эти объекты находятся. Ну и на этом я буду заканчивать остальные интересные находки которые я нашел вдоль берега южного полюса я покажу в следующем видео. Там также будет много чего интересного. Ну а далее кому понравилось ставьте лайк кому не понравилось дизлайк кто хочет дальше увидеть интересные объекты найденные на картах подписывайтесь всем до свидания пока